Всем доброе утро! Время 7 часов утра. Прекрасное сентябрьское утро. Смотрите, краснеют деревья. На той стороне за рекой уже утренний туман. Сюда солнце еще пока не проникло. Середина сентября. Сегодня обещают 22 градуса тепла, но с утра было 7 градусов. И вот оно, солнце из веток видно. Роса на траве. Вот оно, утреннее солнце. Красота! Смотрите, ромашка вся в России. Так, ну что, будем резать опята. Еще вот с этой стороны, слышишь? Так, сейчас я вам их покажу. Прошли уже много резаных, много деревьев. Ну, и вот нам тоже попались. Вот такие опята. Уже вот они выросли большие. Все. Больше не надо. Темно утро еще. Хотя уже 8 часов почти. Пока шли до леса. Опята на маринад берем. Сразу немножко этой, потом только выполоскать и все. И в них, хоть вроде маленькие собираешь эти черные, такие жучки. Водой заливаешь, они всплывают. Так, мама тоже режет. Еще сзади тебя там дерево одно. Вот у нас они только начинают. Но уже и срезанных много. Проходишь. Много уже срезанных сегодня. Кто-то прошел вчера, видимо. Собираю маховички. Темно еще здесь. Так, вот и. Это не маховички. Так, вот здесь только маленькие еще такие. То есть у нас, вот видите, только зародыши еще. О, ну эти подросли. Ладно, давайте будем резать. Вот. Вот эти довольно-таки приличные, да? Да. А ты поставь ведро тут как-нибудь. Может сюда или вместе будем. Мы хотим их в одно ведро одинаковое. Одинаковое себе. Опята, опята. Ой, слушай, а там дерево. Только еще зародыши начались. А тут вот дальше это дерево еще. А, так большие у тебя. Так может мне тогда тоже в корзину прям класть? Так вот. В общем, выключаюсь, потому что буду резать опята. Так, ну что-то по опятам пока что это вот. На двоих корзинку набрали. На двоих корзинка. В одном месте вот. Ну, в двух попалось. И остальные еще только зародыши. Может мало будет. Там вроде маленькие, а уже червивые какие-то такие плохие. О, вот еще стайка. Ну, так. Только-только еще пошли, видимо. Вот, видите? Сейчас покажу. Маленькие. Так, вот такие. Хотя это все места у нас опят. Вот тут, по идее, все должны ковром быть они. Тут кроме опят-то ничего не водится. Так, ну эти нормальные, большенькие уже. Вот. Вот такие вот. Ну, так что люди ходят. Когда идут опята, в лесу всегда народу много. И тут, кстати, рядом маленький красноголовик. Так, ну вот у нас опять корзинка всего лишь. Вернуться, если назад и походить тут по этим колдобинам. Но мама у меня, как всегда, ушла. Вперед. Мне надо будет идти за ней. Так-то вот эти колдобины, это все у нас опятные места. Так, мы с мамой уже нашли четыре красных. Она вот тут. А, большую у тебя. Ага, и что-то рядом. Ну, ладно. Хочешь я туда быстренько забыть? Смотрите, сколько паутины. Елка вся как будто в снегу. А тут как будто все в изморосе. Ага, ну так и есть. А я тоже шла все ухоженные и опята резанные. В общем, мы пошли дальше. Что-то мама не хочет оставаться опятой там смотреть. Корзинку всего набрали. Говорит, пошли дальше. Хотя мы прошли тут немного. Все в паутине. И капельки. Ну что, мы перешли в осенечек наш. Пока к маме будем класть. Тебе что, тоже? Нет? Нет? Ну да, подрежь чуть-чуть. Потом еще другую тару взяли сегодня. Смотрите, летние опята. О, друзья мои, у меня два красных. Блеснули на солнце. Ой, даже три. Все вместе. Смотрите. Раз. Красный. Два красный. Это мы перешли в другой лес. Здесь уже опят не бывает. Ну, крайне редко так. Один-два может попасться. Так что уже опята не попадутся. Я, честно говоря, думала, мы в том лесу наберем опят и домой поедем. Сюда даже не хотела проходить. Прошла немного. Ой. А я ему голову случайно оторвала. Держи. Ножиком случайно ему не было смысла. И маме попался. Ногой. А, коричневый. Но хорошенький. Ой, еще вон, я с тобой встала и увидела тоже. А так бы я ушла дальше. Тоже краснышек. Так, держи. Вот такой. Это этот дятел. Тю-тю-тю. Слышишь? Это дятел так посвистывает. О, это черный дятел причем. Так вот. Э-э-э-э. Слышишь, да? Да-да. И, кстати, вот уже показывала утром сегодня. Идут летние опята. Смотрите, кто не знает. Вот они. Вот такая у них изнанка. Это вкуснейшие грибы. Так, у мамы красноголовик. А я вам покажу чешуйчаточки. Вот. В пакетик мы их на сушку бросим. Если какие-то грибы вам с ними возиться, неохота. Можно на сушку кидать. Порежете да высушите. Честно говоря, я их вообще не беру. Чешуйчатки-то мама только их уважает. Я лучше бы летние взяла. Так, ну вот я грёта опята. Сейчас пойдём маме корзину предоставим. Маме, чё, крикнул головик. Красноголовик точно. Маме, чешуйчаток маленький. Так, ну чё, я шла. У меня тоже красненький маленький. Так, у меня тоже маленький красный. Это красный. У меня бабочек. Так, у меня бабочек. Буду кверху класть. Дошли мы до старой стоянки нашей. Так что вот осень напоминает о себе появлением опят. Вот, кстати, вот ещё маховичок. Но ещё будут и рядовки. Ну, вот, рядовочки должны быть. Вот, может быть, будет по зимним грибам удачный сезон. Когда их много, то мы зимние грибы тоже мариновим бывает. Но они очень вкусные и нежные. Их поэтому лучше либо пожарить. Они уже бывают тогда, когда снег. Ароматные. Придёшь, сморозься. Пожаришь зимних грибов. Свеженьких. Так, ну вот ещё маленький красноголовик. Маленький красноголовик. Такой вот. В этом лесу уже, конечно, стало гораздо меньше грибов. Проходит этот слой. Так, попадаются, конечно. Так, что-то мы... Так, у меня ещё один. Ещё один красноголовик. Хотя люди где-то собирают и белые. Но у нас тут не растут белые. Тут одни красноголовики растут. Так что... Вон, ещё один. Перелезу как-то туда. У нас ведь тут ни грузди не растут. Я, кстати, два вижу даже. Так, вот раз. Так, и где-то я тут видела ещё один. А вот да. Не показалось. У нас что-то и грузди не растут здесь. Очень редко. Года три назад были. Так, нет, вот ни волнушек, ничего нет у нас тут. Зонтики у нас растут за камой. Я вот лисички вижу, но... Они в таких кустах, что у меня даже нагибаться. И, кстати, дятел чирик. И, кстати, дятел лупит рядом где-то. Так, ну вот. Ходим, что-то находим. Хотя у меня было по плану нарезать опят и домой уехать сразу. Не ходить, ни ноги не ломать. Мама что-то говорит, пошли сюда. Я говорю, ну пошли. Если бы мы там остались, ещё покрутились, то что-то бы... Конечно, мы ещё нарвались бы пару деревьев. Так, а мама-то идёт отдельно и говорит, что у неё уже, пока она одна шла, восемь красных. Я говорю, ну хорошо, молодец. Это что-то такие опята огромные. Смотрите. Надо же. Я думала, в этом лесу они не водятся. А оказывается, водятся. Их замариновать, да и всё. Сразу. Сушить их бесполезно. От них останется, знаете, из ведра останется чайная ложка сушёных. Они очень деревянные, потому что не мясные грибы-то. Их многие вообще не собирают. Не считают за грибы даже многие. На севере Пермского края их вообще не собирают. Коми, по-моему, тоже плохо их собирают. Ой, мама, около нас и красные мы шли не видели. Я шла ведь здесь только что. Сколько у тебя уже? Десять штук? Одиннадцать? Ой, и вон я около тебя увидела. Так у мамы всё красненькие. Я к тебе подошла и увидела. А я ведь когда сейчас шла, я здесь была уже ведь. Держи. А у тебя есть там красные? Ну, есть тоже, я тебе отдам. Я тут с этими опятами. Мне хотелось корзину-то дополна добрать сегодня. Так-то вообще-то. Ну, тут они, если и попадаются, то один по одному. Вон я ещё красный вижу. Ещё вижу красный. Вот это лес красноголовиков. О, какой. О, ещё тут опята с моей стороны. Хорошо, что я перелезла сюда. Вот такие вот самые то размерчик. Вот такие. Ну, тут что-то их мало. О, вон я, кстати, на той стороне увидела. Опять это. Сейчас перекрутилось. Так, сейчас. Вон, ещё тут у меня. Так, держи. Ты у меня забрала там, Лиз? Всё, ага. Ну, бросай на пол. Так, вот этот один возьми. Желна опять стонет. Сейчас, Света. Сейчас я выключу, там залезу. У меня ещё опята. Так что, смотрите, вот у нас уже пока вот столько. У меня тоже несколько лисичек. А, ты мои забрала? Да. Вон, какие опяточки. Ещё бы немножко опят мне в корзину добрать. Ты мне показывай, я буду рвать. Ну, я тебе один. Один? Мама говорит, я не рвую опята. Мама опята не уважает. Они в деревне их не собирали раньше, а? Нет. Хотя, хотя дедушка говорил, что это съедобные грибы, но им хватало таких мясных грибов. А эти деревянные они не брали. О, так я ещё увидела опята. К тебе обернулось. Ещё дерево опята. У тебя красноголовик? Хорошо. А мне вот на солнце эти... Я их далеко увидела. Смотрите, я вам покажу красивые мухоморы. Вот один здесь такой. И вот. Многие, между прочим, их ищут для лекарства. Раньше на рынке продавали мухоморы, сидели. Люди. Недалеко от этих мухоморов стоит красноголовик. Красноголовик стоит. Так, я нарвалась опять на поляночку красноголовиков. Вот здесь два вместе. Так. Два. Так, вот три. Четвёртый я уже опять потеряла. Ой, слушай, у меня тут штук десять. Айда ко мне. А? Вот это. Купинки. Ну-ка переверни. Не знаю. Давай не будем их брать сегодня. Вон их. Так у меня много тут. Я вот эти вот ещё... На. Вот этот потом там ещё вон, под ветками. Так, вот этот. На, обрезай. Тут два. В пятом-то. Этих-то два. Вот раз. Опять, блин. Скажут, считает. Всё считает. Ну, это просто радость и азарт. Да, ведь? Так, держи вот этот. Так, держи вот этот. Ещё впереди у меня. Держи. И сейчас вот осмотримся. Так. Тут был ещё, оказывается. И мама... Так, держи ещё. Мама маленькая. А, вот этот вижу. Вот этот? Ну. Давай. И ещё вот такой. И у мам почти полная ведёрка. Так. Ну, ладно. Идём тихонько дальше. Какие они красивые. Мясистые. Грибы. Вот они. Опять красноголовик? Два. Два? Всё на одном месте опять. Всё. Около этих мухоморов крутимся, да? Угу. Ладно. А вот там что, красноголовик за пеньком? А, да. Вот, вот, скажи, вот этот? Ты про этот? Не про этот? Я вот этот вижу. А где? Да, вон. А, у тебя тут? А у меня вот. И там где ещё как-то отвалится. Ещё бы? Вот, вот она растёт. А ну иди сорви. Кот отошла от мамы на метр, на два. И вижу тоже красноголовик. И у тебя? Ого. Что ж таки, сначала-то думали всё, да? На, ещё мой. Возьми тогда. А я-то взяла сегодня ещё складное ведро. Синее-то у нас, кто помнит, из фикс-прайса. Думала, что опят-то будет много. И думаю, ведёрко будет. А большие корзины брать? У нас есть и большие, но в мини-автобус фиг залезешь. Там ни под ноги никуда не подставить. Мы ездим на мини-автобусиках для карликов. Встречаемся с мамой. Она, говорит, ещё без нас три грибочка нашла. А мне тут ничего не попалось. Здесь, видимо, с этого места уйти. Здесь ничего нет. Тут посветлее хоть. Там-то вообще темно было. Первые опята вообще в темноте собирали. Хотя солнце вроде встало. Ну вот я тоже вижу красный маленький. Такой вот. Вот. В тот раз грибы мы замариновали все красные. Такие не очень, которые были жарить. На жарку пустили. Что-то мама там собирает, кстати. Ну и мы сушим. Там какие-то ножки жёсткие. Вот, красненький. Так, что там на норе? Ещё красный собирает. Я ж только что там шла. Вот это да. Я ничего не видела. О, и ещё один. Глаза там наклонила. И ещё... Ещё один красноголовик. Вот так вот. Сейчас солнце в лицо так плохо видно. Надо так вот развернуться назад. Мама всё режет и режет, режет и режет. Сегодня она в ударе, а я нет. Сейчас покажу вам. Ещё много зародышей. Ну что, вот выходные пришли. Люди пойдут за опятами. Это уж точно. Многие на неделю уже ездили. Смотрю, фотографии выкладываю. Тоже такие же, как у нас, мелкие опята. Вот смотрите, где я проходила-то. Вот. Мама за мной идёт уже седьмой раз. Вот, говорит, седьмой нашла за тобой еду. Опять считаем, да, считаем. Вон в руках и большенькие, говорит. Я говорю, я вообще не видела. А, ну, кстати, сейчас вижу тоже. Грибочек. И, кстати, вот ещё. А не остановилась бы, не увидела. Красноголовик. Некоторых прям раздражает, что мы говорим красноголовики. Как у нас так говорят. Держи. Так, ну и я сейчас срезала небольшую семейку опят. Я уж не стала это всё снимать. Небольшую такую. Что даже в этом лесу попадаются. Так что, может, мы и зря ушли из того опятного леса. Так, ну зато тут, смотрите. Два красных. Вернее, их три. Вот такой ещё маленький есть. Тут посветлее, так и у них и шляпки посветлее на краю-то. Пойдём навстречу с мамой. Она всё у нас там красный режет и режет. Режет и режет. У тебя всё красный и красный, да? А я там тоже два нашла и этих опять немножко порезала. У тебя уже всё полное. И я тоже пришла в такое местечко. У меня здесь сразу четыре штучки. Сразу четыре красных. Вот один. А, ну вот если этот считать, то ещё пятый, значит. Маленькие пошли тут. Два. Такой вот грибок. Всё на одном месте. Вот такой. И вот красный ещё. Я его только что увидела. Только что увидела его. Вот такой. Ещё лезет маленький. Найсказь много. Так, ну этот уже большенький. Вот такой. О, и ещё вижу впереди. Случайно увидела. Вот. Какие два красавца. Удалые. Два красавца удалые. Сейчас, возьми. Пойдём на пол. Да не, нагибаться потом надо. Ногнусь. Не урони ведро. Встала с мамой. Так тут даже, смотри, два. Вот один такой. И вот такой. Держи. Пока мы вместе. Прямо тут, а прошла бы и не увидела. Прямо тут рядом ещё, смотрите. Мы ещё вот всё ещё корзину с места не брали. Да. Вот. В общем, думали, поехали за опятами. Опять ушли сюда в красноголовики. Вот корзинка опят. И у мамы уже полная. И она сверху накладывает. Вот я вижу тоже гриб. Ладно, наклонюсь ещё. Два даже. Хорошо хоть не зря наклоняться. А, даже не два. Так, вот эти вижу. Так. Тихонько. Одним махом их. Держи. И... Ну, и вот ещё. Лезут, видимо, новые. Ага, я тоже поняла. А мы вот давя-то шли, ничего не видели. А сейчас обратно идём. Глаза уже натренировались. И... И вот такие грибы мы видим теперь. От них прям даже голова-то не торчит, да? Идёшь. Полностью закрыт. Мама красноголовики. Два. А я тут иду. Так. Мы решили ехать домой. У мамы три красных. У меня тоже два. Всё. Смотрите, какой красивый. Так, мне кверху давай. Что ли? Я вон ещё около тебя и увидела. О, так смотрите, их два тут рядом. Ну. Во. О, я что-то сегодня не могу вообще. Большой пусть у меня лежит. Да, да. Энди тоже можно. Обресту чуть-чуть. Так. Ещё красный. Так, красноголовик. Я сейчас прошла переросшие опята. Два. А это опята нормальные. Так, а это, смотрите, хорошие опята. Интересно. Просто на земле. Так. Вот они. Вот они, опята. Вот так вот. Даже на земле. Ну и там под ёлками переросшие попались. Так, ещё. Такой пузан. И вот такой. Как раз здесь ещё, смотрите, вот тут. Короче, нам, наверное, не успеть. Придётся на следующем автобусе ехать. Идти не получается быстро и загребать. Идём быстро. Быстрым шагом домой поедем. Иначе оставаться ещё надо на два часа здесь. Ну вот этот, ладно, вымахал. На дороге стоит. И всё иначе. Не успеваем. Ну и как всегда в такие моменты. Только решишь домой. Фигушки. Фигушки тебе. Начинают они дразнить. Не ходи домой, типа оставайся с нами. Будешь нашим королём. Ну не, мы выходим, всё уже. Ушли мы с грибного места специально. Не, ну слушайте, грибов-то ещё в лесу. Мне 22, уже жарко стало. Там, смотрите, какой мост. Я замечала, что рядом с мухоморами почему-то всегда вот эти маховички растут. У них симбиоз такой. Сегодня весь лес в мухоморах. Вот. И сейчас ещё прошли много мухоморов. Я уж не включаю камеру. Не охота. Лишний раз. Нашла ещё пару красных. Пару красных ещё нашла. Ну и, видите, уже вышли на край. Здесь так шальные, только случайные. Мама впереди. Ну что, мы набрали корзину вот у меня. Там внизу опята и сверху красные. И у мамы ведро, но оно с горой. Хотела переходить поле. И прямо здесь красные. Это значит, пошли полевые вот эти. Значит, вот здесь они пошли, по этой стороне. Так. Ну тут прямо в траве. Три грибадок сорву их. Смотрите. Один. Так, этот проверять надо. Два. Три. Да, вот пошли такие травяные. Пошли травяные грибы. Так, и мама четыре нашла тоже тут. А то это ведро бы достали. Мама, ещё одно. Один. В общем, переложили грибы. Сверху, которые не влазили. Получилось опять целое ведро синее. Мы пока тут, я наклонилась, перекладывала. Мама ещё нашла кучу грибов. Тут, видимо, был тоже мост. Вот, я уж вам ничего это не показываю. Ну, в общем, у нас синее ведро сейчас тоже полное. Вот. Оно у меня здесь. Такого не видно было. Ну всё, сейчас уж нам ничего не попадётся. В конце мы прямо надрали. Вот, целое... Целое ведро синее набрали вот сейчас в конце уже. И всё, идём домой пошли. И хорошо, что не остались там мы. Хватит нам поперебирать. Так что, вот, слой-то продолжается. Да-да, иди. Ещё на краю он нашла красный. Уже всё, не хочу останавливаться. Да, хорошо, что я синее сделала. И, в общем, пошли травники. В траве вот, которые сбоку, не в лесу. Их не было. Что, на этом мы закругляемся. Всё, идём на выход. Уже вышли почти. Чай попьём на остановке. Вот. Тоже набрали достаточно. У меня корзина и синее ведро. И у мамы зелёное ведёрко. Вот он выход леса. Время всего лишь 10 утра. 10 часов утра, муж домой. Хотя грибов сегодня не стали мы долго собирать. Вышли там посередине прямо. Потому что неохота следующий автобус ждать. Поедем домой. Вот мама уже впереди. Идёт. Такой у нас сегодня был классный походик. Сейчас ещё на выходе вот тут немножко этих маховичков насобирала. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Хороших выходных. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»